Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас рубрика «Вопрос-ответ». Вы свои вопросы задавали под моим постом в Дзе. Никто на него еще не подписан. Обязательно подписывайтесь. Ссылка всегда под видео. Итак, поехали! Первый вопрос от Катюши. Катюша, привет, дорогая Светлана! Я уже говорила и повторяюсь вновь и вновь. Вы замечательный человек, прекрасная, любящая жена и мама. Мне очень приятно. Я обожаю ваши ролики, всегда получаю кучу положительных эмоций. И очень хотелось бы узнать, какие качества цените в людях? Много ли у вас подруг и друзей? Спасибо! Тебе, Катюш, спасибо огромное за вопрос. Качества, которые я ценю в людях? Преданность, открытость, честность. Самое главное. Все. Остальное как-то уже уходит на второстепенный план. Вот это да. Много ли у вас друзей и подруг? Много. Очень много на самом деле. Но когда у тебя семья и большая семья, и уже маленькие дети, к тому же, это все уходит на второй план. Так, действительно, очень-очень много. Я человек дружелюбный. Я всегда иду на разговоры. Они у меня и появляются новые, и появляются, и появляются, и появляются. Нет конца и края. Потому что я люблю людей. Я люблю общение. Это жизнь. Я ее вот в таком русле очень-очень обожаю. Я чему-то учусь у других. Я чем-то могу быть полезна другим. Да? Обожаю общение. Я болтушка. Ольга Каменева. Свет, вы такая классная. Как хорошо, что одна что видела на YouTube ваше видео. Спасибо большое, Ольга. Большое. Очень приятно. Так. Татьяна Федорова. Светланка, здравствуй. Спасибо за ваш труд. Спасибо, что... Не знаю, как вы успеваете, но вы всегда отвечаете на все вопросы практически сразу. Здоровья вам, вашей семье. Счастья, удачи. Оставайтесь всегда такой же молодой, красивый, добрый, внимательный, чуткой. Спасибо огромное. И не вздумайте нас тут оставить без своих замечательных эфиров. Удачи, успеха, побед. Девчонки, давайте сразу затронем злободневную такую тему YouTube. Я думаю, что все идет к тому, что не будет этого. Но вот не будет. Потому что вспомните прогнозы. Ну, не буду таких громких имен называть, как Ванга. Много было прогнозов. Что нас ждет в будущем? Мы с вами, конечно же, не знаем. Ситуация разворачивается со скоростью света просто. На момент выхода ролика Россия уже начала продавать гостолько за рублей. Мы отделяемся однозначно от политики всего мира. И я думаю, что у YouTube конец будет. И он будет близко тоже в нашей стране. А если и не будет, то вот какие-то ограничения. Instagram, хоть она до сих пор работает, тоже будет в нашей стране табу. Я больше, чем уверена. По крайней мере, для рекламодателей эта платформа уже станет неинтересной. Развиваться там блогерам тоже будет неинтересно. Пока приоритет – это «Дзе». Мне здесь нравится, мне здесь комфортно. Я вроде уже во все въехала. Снимаю вам обучающие видео. Если что-то непонятно на эту тему, обязательно спрашивайте. Потому что это наша русская платформа. Там классная служба поддержки. Потому что писать службу поддержки блогеру на YouTube – это бесполезно. Это просто бесполезно. Пока они переведут твой текст, пока они на него ответят. Захотят они это сделать, может быть, через месяц. И, скорее всего, это будет ответ, который вы совершенно не поймете, который не будет касаться даже того вопроса, который вы задали. Да, здесь все замечательно, все прекрасно. Ребята помогают. Ребята помогают развиваться блогерам. И мне пока все нравится, на самом деле. Поэтому «Дзен» – приоритет. Даже если YouTube отстанется, «Дзен» будет все равно уже приоритетом. Мне жалко терять аудиторию 25 тысяч человек, но я уже начинала с нуля, и не боюсь этого совершенно. Поэтому начнем еще. И, конечно же, Танюша, никогда, нигде я не оставлю вас без эфиров. В любой соцсети, какая бы ни появилась, вы меня не потеряете. Мой ник «Свит» Лана, L большая, и все. И вы меня найдете. Не потеряемся, и будут эфиры, и все будет замечательно. И спасибо огромное за пожелание. Светлана Бердина, спасибо вам за ваши ролики. Как же я люблю вас смотреть, настроение сразу поднимает. Светланка, сколько у вас детей в семье? Я слышала, сестра у вас есть. У вас очень классная семья. Дай бог всем здоровья. Оставайтесь всегда такой же. Еще раз спасибо. Вам, Светлана, огромное спасибо. Двое детей у нас в семье. Да я и сестра, как у меня. Ксюша и Кристюша. У нас приблизительно такая же разница с сестрой. Чуть-чуть, поменьше семь, с небольшим лет. Вот. И мы с сестрой двое. Я считаю, это разница классная. Самая суперская. Так что вот так. Так, следующий вопрос. Муниса, я тоже хочу вас поблагодарить за ваш труд и терпение. Вы прекрасный человек и знаток большой части продукции Фиберлип. Не устаю от вас учиться. Спасибо огромное, Муниса. Мне всегда очень приятно. Так, Евгения Каисетлана, здравствуйте. Спасибо большое за ваш труд, полезные советы и секретики. Секретики это, наверное, были. Да, Т9 рулит. Евгения, всегда, пожалуйста, мне всегда очень приятно с вами чем-то делиться. Действительно, чем-то полезным. Да, вы меня учите. Да, кто-то из вас в комментариях дает все вы практически дельные советы. Я потом это принимаю, проверяю. И вам же опять передаю только такую большую мощную аудиторию. У нас с вами замкнутый порочный круг, где мы друг другу помогаем. Так, Наташа Сикина, по-моему, да? Света, привет, привет, Наташа. Подписана на тебя уже давно. Тем более, как не поддержать землячку. И как здорово, что вот уже земляки в подписчиках есть. И так вообще прикольно, приятно. Даже кто-то из девчонок писал, что жил в том же районе, где я. Давно, правда. Так, желаю, чтобы энергия, жизнелюбие, позитив, радушие никогда тебя не покидало. С экрана, во всяком случае, ты несешь зрителям именно это. И я уверена, что в жизни и ты именно такая. Кто знает, может, как-нибудь, когда-нибудь встретимся, все-таки в одном городе живем. Расскажи, есть ли такое дело, чем не любишь заниматься. Хотя, я уверена, это не про тебя. Ой, спасибо. Да, я в жизни абсолютно такая же. Я считаю, что каждый день должен... Ну, бывает всякое, конечно, бывает. И плохое настроение, все бывает. Но я стараюсь с собой работать. Потому что кому будет лучше от моего плохого настроения? Кому будет лучше от того, что я злюсь? Или негатив какой-то несу? Никому от этого не будет лучше, а хуже прежде всего мне. Поэтому я жизнь люблю, она у нас одна. А второго шанса нам не дают. Это просто надо осознать. К этому надо прийти. Не дают второго шанса. Если ты не проживешь этот день сегодня так, у тебя не будет шанса больше прожить его как-то по-другому. Понимаете? Если ты хочешь прожить его, как загнанная белка в колесе и так далее, ну, что это за жизнь? Она у нас одна. Поэтому я и веду блог. Потому что мне это нравится. Я вообще по жизни стараюсь делать то, что мне нравится. Я вам уже на эту тему много раз, кстати, философствовала и объясняла, что жизнь у нас одна. Нужно делать то, что вам нравится, и получать от жизни кайф. Не люблю заниматься, конечно, есть. А как же? Я не люблю гладить, и я не глажу. Я так хотела парогенератор в подарок от Фаберлика. Жалко, что эта акция забросилась. Но у меня есть от пары. Я не глажу. Когда какая-то острая необходимость есть погладить мужа рубашку на какую-то там конференцию, еще что-то, или себе хирургичку на работу гладила, которая мнется, потом я уже стала покупать вещи, которые тупо не мнутся. Добавляю побольше кондиционера, развешиваю ровненько, снимаю их, когда они высохли, я терпеть не могу гладить. Вот это вообще не мое, вы меня не заставите никак. Больше пока в пример ничего не могу привести, но ум ничего больше не приходит от такого, что я прям не люблю. Я люблю многое и делаю то, что я люблю. Да, прикольно. Дарья Морозова вот сегодня написала, кстати, только с узловой Тульской области, наткнулась здесь на вас. Здорово вообще. Она спросила про краску, но я ей там ответила, что на волосах. На данный момент у меня уже 8,61. А там, где она спрашивала, пост был, да? У меня был 8,61 плюс 8,1. Я уже ответила. Прикольно, тоже землячка. Здорово, Дарья. Так, Игалатэ, 17. Слана, спасибо за знакомство. Было приятно узнать детали биографии и личные моменты. И тебе спасибо. Лоло. Слана, здравствуйте. Очень люблю смотреть у вас. У вас все просто, позитивно и жизненно. Девочки, у вас просто милашки. Желаю вашей семье и вашим девочкам конфеткам счастья, любви и согласия. Расскажите, как вы все успеваете. Спасибо огромное. Я тоже в депрессе, ребенку почти столько же, сколько и Крестюшки. Но мне кажется, что я вообще ничего делать не могу. Мой хвостик меня на секунду не отпускает. А вы всегда красотка. И еще очень интересно, какой пресс-распорядок дня. Есть какой-то режим. Вы знаете, я с Ксюшей всегда придерживалась режима. Здесь у меня режима не было, но она сама его выстроила. Как ей удобно. Сейчас все расскажу. Как вы все успеваете? Тоже этот вопрос поднимали. Когда все в радость, как-то все успевается. Понимаете? Она тоже мой хвост. Вот у меня Ксюша за мной так не ходила. Ксюшка за мной ходит и в туалет, и в душе везде. А я просто нахожу способы ее отвлекать. Я вижу, что ребенку очень сильно нравится. Чем я ему могу отвлечь на 10, 20, 30 минут. Иногда и на 5 хотя бы. Чем я ее могу отвлечь и поделать дела. Потому что я и с Ксюшей так делала. Я предпочитаю делать дела, когда ребенок бодрствует. Когда ребенок спит. Я имею в виду дневные сны. И у мамы тоже должен быть отдых. Иначе она быстро выдохнется. Но бывают такие моменты, что никак. Вот, допустим, она сейчас несколько дней капризничает. Погода не погода не знает, чем это связано. Погода жуткая на улице. И ветер сильный. Она метеозависимая. Ксюшка не была такой. И она капризничает. Она не то, чтобы постоянно, чтобы мама была рядом. Хвостик. Она на ручке уже какой день просится. Но я все равно нахожу способ ее как-то отвлечь. Поделать свои дела. Все равно нахожу развлекашки. Развлекашки. Игрушки. Я ей посортировала по коробочкам ее любимые игрушечки. Я знаю, куда ее посадить. Где ей будет интересно. Что ей дать пожевать. Какое-то время это тоже займет. Причем могу дать ей пожевать так, что потом вся кухня будет в том, что она ела. Но я успею сделать свои дела. Но благо у меня сейчас есть рукопылесос. Я из-за этого вообще не парюсь. Вся кухня в кружках. Ну и бог с ней. Он за 5 минут все уберет. Поэтому это тоже огромная экономия времени. Вообще просто спасительный круг. Я не устаю ему петь оды, девчонки. Вот мамочки особенно молодые. Цены, кстати, сейчас упали. Я его за 1 с чем-то брала. Потом сестре такой же купила за 9. Великая акция на зоне. И сейчас он 12. То есть цены, в принципе, возвращаются в круги свои. Девчонки, пылесос, робот. Это лишний час вам на себя в течение дня. Режим. Сейчас у нас выстрелся такой. Мы встаем где-то в 7 утра. Застрелите меня, я сова. Но ничего, ничего. Все нормально. Встаем в 7 утра. Иногда пол седьмого, иногда пол восьмого. Завтракаем, валяемся. Если Ксюша в школу, провожаем Ксюшу в школу. Мы кушаем. Потом играемся. Играемся, бегаем, лазим, прыгаем. Я делаю свои дела. Она делает свои дела. Потом еще мы кушаем. И ложимся спать на первый сон где-то в 10 утра. Спит по-разному, когда час, когда два. То есть в среднем с 10 до 12 мы спим. Просыпаемся, обедаем, играемся, развлекаемся. Если Ксюша в школе, встречаем Ксюшу со школы. Делаю с Ксюшей уроки. Крестюшка параллельно играет с нами вместе. И на второй сон мы ложимся где-то 3-4 дня. Ну, как правило, полчетвертого-четыре. Вот так, на второй сон тоже спит по-разному. Когда час, когда два, когда полтора. Ну, грубо говоря, до шести. С четырех до шести. С полчетвертого до полшестого, да. Мы спим, потом просыпаемся. Играемся. Мультики периодически смотрим любимые, да. Куда без них вот тоже, чтобы маме что-то сделать. Кукутики. Есть определенные любимые серии, на которые она залипает. И вот если она не в настроении, она оборчит, я эту серию включаю. И делаю какие-то свои дела, которые не успеваю, грубо говоря, сделать в течение дня, да. Ролики, как правило, я сейчас снимаю, когда она спит. Или когда у меня есть подмога дома. Либо муж дома, либо Ксюшка дома. Да, либо когда она уже спит. Я снимаю ролики, поэтому на диване они редко. Потому что за диваном комната, в которой она спит. Да, изначально у нас с вами на диване происходили ролики. Сейчас там пореже. Я вот на кухню ушла, а на спит снимаю вам вопрос-ответ. Какой дальше режим у нас? Так, потом мы гуляем, веселимся, прыгаем, бегаем. Где-то в 8 мы идем в ванну, купаемся. Сейчас уже без всяких гор, без всего. Я ее просто сажаю в ванну, причем даже без коврика. Потому что она им почему-то начала пугаться. Ярки, которые я вам показывала в обзоре какого-то заказа Ивановского трикотажа. Она ее пугается, просто сажаю в ванну, кидай игрушки. Минут 15 мы купаемся. Мы купаемся, она там бегает, пулькается, там плавает, валяется. В общем. Потом мы идем в комнату. Я включаю, как правило, спокойную баюкивающую музыку. Есть в Ютубе очень много, не только в Ютубе, таких роликов. Мы с ней кушаем. Это где-то время полдевятого. Мы с ней кушаем, и в 9 она уже всегда спит. То есть в 9, с 9 до 7 получается у нас ночной сон. Вот такой вот распорядок дня. С Ксюшей мы ложились гораздо позже. Позже, естественно, и вставали позже. Но вот такой распорядок дня считаю более удачным, особенно если у вас есть дети и муж, которому тоже нужно уделить время. Дети постарше. Потому что в 9 она уже спит. И с 9 до 11 даже, грубо говоря, я могу уделить внимание остальным членам семьи. Да, это очень важно. Мы вместе смотрим фильм, мы вместе во что-то играем, мы читаем, мы с Ксюшей массажируемся. То есть я еще в семье какое-то время, да? Так, какое-то время. Татьяна Дуняк. Светлана, расскажите про ваше хобби. Что делаете, если есть свободная минутка без мужа и детей? Наверное, сейчас нет. Мое хобби – это блог. Мое хобби – это блог. Сейчас он очень активный в Телеграм. Там уже и Крестюшка каждый день, и все. Как бы мы познакомились с девочками. Там у нас сложился очень крепкий классный коллектив. Я этому рада, он небольшой, там всего полторы тысячи человек. Но туда за мной пошли именно те, с кем мне приятно ежедневно общаться. Мы желаем друг другу доброго утра, мы желаем друг другу спокойной ночи, вместе проводим день. На самом деле круто. Вот такое хобби. Занималась я раньше всем, на самом деле. Я вязала. Я шила, я шила постельное белье, я шила себе платье, я шила себе костюмы. Я вязала Ксюшки, когда была беременная. Я вязала пледы. Я делала скудное одеяло вот эти с помпошками. У меня очень много хобби, девчонки. На машинке сейчас просто некогда. А так я люблю делать все. Я люблю делать какие-то поделки. Я люблю украшать свой дом. Люблю переделывать, переставлять мебель без конца. Вот это вот все, что делает нашу жизнь разнообразной, я все это люблю делать. Я люблю гулять, я люблю на природе, я люблю спорт. Я люблю все, девчонки. На самом деле, люблю все. И рисовать я люблю. Рисуем мы часто с Ксюшкой, вот именно профессионально. Какой у меня еще хобби, господи. Все, наверное, не перечислишь. Но сейчас на это времени мало. Поэтому сейчас мое хобби – это дити-блог. Татьянка, привет. Побольше узнала из фактов и из биографии. Всего наилучшего, здоровья, сил, на все удачи. Спасибо огромное, взаимно, Танюш. Тоже перестраиваешься, перестраиваешь канал, да. Наталья Садикова. Если я правильно сказала, если нет, девчонки, извините. Светлана, скажите, из каких продуктов и берлик можно почистить печень? Спасибо заранее. Почистить печень гепатофорта, гиполайт. Потом вот это, господи. Да, гиполайт и гипатофорта. Два основных продукта. Именно печень, которыми можно почистить. Причем очень даже неплохо. У меня есть ролик, где я сдавала анализы после операции. Да, операции были ужасные. Как раз печеночные почечные ферменты были вообще мрак. Я пропила месяц бадов и берлик, и все нормально. Также есть травяной сбор. Там тоже что-то гепато. Поэтому здесь точно можно найти хороший бадов и берлик. Так, по-моему, все, девчонки. Да, все вопросы было немного. Потому что в Дзене у нас с вами тоже такой дружный коллектив. Ну, не такой огромный, как на Ютубе. Да, но кто захотел, как бы тот со мной. Тому не важно, где платформа. Потому что я обсуждала устами, девчонки, осталась на Ютубе. Понимаете? Но такое дело, что нам обрезали крылья вначале. Да, то есть мы работаем просто так. Мне есть чем заняться. Поверьте мне, я не хочу вкладывать силы и энергию туда, где это не ценят. Скажем так. Не нужны мы Ютубу. Ну, и мы без него обойдемся, слава Богу. Россия мощная страна с великими программистами. Будут у нас свои платформы. И будем мы дальше общаться со зрителем. Там, где обоюдно нам будет удобней. Вроде на все ответила. Если вопросы остались, пишите. Обязательно еще снимем ролик. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Пока-пока.